Но поэн-доману, так прав number. Изучение эффективности агролесомиллионативных насаждений в северном Казахстане. Здравствуйте, уважаемый президент и участник конференции. Доклад будет на тему изучения эффективности агролесомиллионативных насаждений в северном Казахстане. При проведении научно-исследовательских работ по изучению современного состояния агролесомиллионативных насаждений были выявлены ряд причин, из-за которых насаждения все чисто перестали выполнять свои защитные функции. Основной причиной непонимания местного населения – достоинство и ценности агролесомеративных насаждений на территории сельскохозяйственных предприятий. Средством этого является мощное антропогенное воздействие, которое проявляется в повреждениях агролесомеративных насаждений огнем от сельскохозяйственных палок, самовольной вырубкой деревьев на дрова. Патравы с котом, а также не имеют лесохозяйственных причин, так как не проводятся мероприятия по сохранению и омолаживанию древесных растений. Что агролесомеративные насаждения не имеют ответственного лица за их содержание, а следственно нет финансирования на эти работы. В итоге агролесомеративные насаждения достигли критического возраста, начинают распадаться, требуют реконструкции и восстановления. В 2012-2014 годах сотрудникам ТВУ Казнилхаб выполнялись обследования агролесомеративных насаждений. А объектами этих обследований были 40-48-летние агролесомеративные насаждения, созданные на территории сельскохозяйственных формирований. Площадью СХП Аклбай 137,2 гектара, Молодежная 145,6 гектар, Кенисары 47,7 гектар, ТО Агрофирм Бурабай 2007, 74,1 гектар, СХП Аклбай Аколь 194,7 гектар, ТО РАСКОЛ 72,2 гектара. На этих площадях была определена сохранность защитных насаждений. На основании наших обследований выявлено, что 5-6 рядные агролесомеративные насаждения с частичным размещением растений и сохранностью от 16 до 25% несут свои защитные водорегулирующие функции. Поэтому площади АЛМН были разделены по сохранности до 15%, от 16 до 25% и более 25%. Агролесомеративные насаждения с сохранностью до 15% были отнесены к поврежденным полосам и неэффективным из-за высокой изреженности насаждений как в рядах, так и рядов, имеющих сильные продуваемые конструкции и не выполняющие свои защитные функции. Неудовлетворительное состояние агролесомеративных насаждений возникло от самовольной порубки, потравок герпицидом, пожарами и их дальнейших последствий, отлуп коры, гнили у корневой шейки, выпадами по другим причинам. Из-за малой функциональности защитных насаждений и ухудшения фитосанитарного экологической обстановки в целях предотвращения распространения болезней и вредителей насаждения рекомендуется списанием с обширными выпадами и повреждениями. Насаждения с сохранностью от 16 до 25% относятся к повреждениям поврежденных полосам, но не выполняющим свои защитные функции. У данных лесных полос имеются повреждения и выпады, но из-за частного размещения растений эти полосы сохранились в конструкции и продолжают нести свои защитные функции. На основании проведенных исследований установлено, что основной причиной гибели или ослабления защитных функций агролесимулятивных насаждений являются повреждения от пожаров и самовольной вырубки. Для улучшения состояния и сохранения агролесимулятивных насаждений предлагаются следующие. Необходимо вменить в обязанности землепользователям и землевладельцам, на чьих угодьях расположены агролесимулятивные насаждения, охрану и защиту насаждений. Определить источник финансирования для проведения мероприятий по улучшению и сохранности агролесимулятивных насаждений, а также завершить этапы передачи агролесимулятивных насаждений постоянное и временное пользование предприятиям и фермерским хозяйством. Лисохозяйственные работы, связанные с содержанием агролесимулятивных насаждений, предлагаются выполнять на договорной основе с коммунальным государственным учреждением, лесного хозяйства и местным населением по рекомендациям Казахско-Научно-Исследовательского института лесного хозяйства и агролесимуляции. Введение в законодательную базу, периодическое проведение обследования по сохранению агролесимулятивных насаждений различного целевого назначения. Необходимо проводить систематические наблюдения за состоянием насаждений для определения критического состояния и их влияние на улучшение плодородия почвы, увеличение влажности, снижение скорости ветра, урожайности сельскохозяйственных культур. Спасибо, доклад окончен.